всем привет с вами чумный доктор и что-то я не знаю то ли фпс поднялся вот вам на будущее если у вас тормозит второй ведьмак удаляйте сохранение а вот почти все оставайте несколько штук я запускал запись по вас я просто ведьмак вылетал просто вот вылетал сейчас получается я полностью удалю все сохранения там осталось десяток отключил steam код но обычно сохранение учатся к запустилась наконец-то и запись могу и фу поешь внезапно до 160 поднялся вижу со стражниками ты уже разобрался орденская падаль брали конечно не воплощение добродетели но они просто делали свое дело значит недостаточно хорошо его делали идем мы можем идти да да пойдем пора с этим покончить обратной дороги нету пошли и серия осталось две серии сделаю ровно какие мужчины ведут у сколько народа тимири кайдрин это не вижу маги нравится тебе это или нет я наталис тимири будет разделена еще опять вас возгородился что лага всего севера объединенные силы каэдвена и редании остановят междоусобицу и гарантируют мир от горс велена до эландера сейчас тимири все больше напоминает долину панта где ты по щам получил как я понимаю в настоящее время находится под властью айдирна ты ошибаешься родовид верген свободе оба свободен как прикажете это понимать нижняя мархия больше не принадлежит кейдвену и не входит в верхний айдирн принц тенис низло шубит как я слышал а также мы нанесли сокрушительное поражение армии короля хенсельта твои отряды милая девушка собранный из крестьян бунтовщиков и разбойников эльфов рано или поздно они должны будут принести кому-то присягу или будут разбиты народ долины понтера принесет присягу мне королеве саски как суверенное государство мы высказываемся за созыв капитула и совета и девушка из простого народа единственная корона какую-то достойно носить это венок из пылевых цветов на его уже носит такой коронации в таком случае тебе придется выбирать король родовид совершишь ли ты раздел тимерии или выступишь в поход на нижнюю мархи новая война роль хенсельт правитель каэдвена последний из рода единорога поклялся признать долину понтера независимым королевством филиппа эльхард была тому свидетелем ай-яй-яй филиппа эльхард обвиняется в государственной измене и сейчас ждет суда в моем подземелье она была узницей в твоем подземелье родовид но теперь ее там нет же уже пообщалась телепатии как королевская советница все чего мы достигли под вергеном пойдет насмарку у нас есть десяти лет еще не все потеряно приступим к делу документ определяющий права и обязанности совета и капитула является как мы установили точной копией статута найденного в развалинах на острове танет важнейший вопрос назначение капитулом королевских советников сейчас при многих дворах состоят случайно выбранные маги и чародейки однако во времена прежнего капитула на эти должности назначались специально отобранные люди может мы сами назначим советников на этих людях лежит огромная ответственность ваше величество капитул хочет быть уверен что на каком основании вы интентные лица своих людей суете вправе этот политик смогут позаботиться об интересах капитула разумеется а основным интересом капитула является благо корону ну ну документ подписан теми кто войдет в капитул и теми кого мы предлагаем в качестве советников не достает только подписи шоалы детансервиль без королевских печатей вы сможете назначать советников разве что пастухам вот тебе да вы правы ваше величество ваше величество прежде чем вы подпишите этот документ я просил бы вас выслушать меня мир даже превосходительство при всем уважении этот вопрос не касается нильфгарда я прибыл сюда по приглашению короля хэнсельта вы лишаете меня даже два короля за тебя призвали опа даже нас лишь лысый знакомый как тяпа как тяга раздевали это значит этот человек пытался убить меня сегодня если бы хотел убить тех его умер убить поверь я понимаю его допросили он показал что от его руки погибли фольтест и димовент он также назвал личности своих заказчиков с убийствами мне помогли чародейки продолжай ложа чародеек хотела устранить правителей которые действовали против магов ложа чародеек мы составили список филиппа эйльхард маргарита луантиль трис меригольд кэйра мэтс франциска финдобаир и де эмион и наконец шаала де тенсервиль к моему разочарованию в этой ложе также состояли две чародейки из эльга а серая вар анагит и фрингиль я виду сыра убили император предпримет в их отношении все необходимые меры фенгиль я выживет наша королева вышла попудрить носик опа идут мясники сейчас будет лежать соски ушла что это означает ваше величество арестуйте их ваш документ подождет уважаемые чародеи правильно хрень какую-то придумали сейчас на ребята имеете право сдавайтесь если не хотите очередного побоища второго таната пусть суд выявит изменников вы бы лучше тяжелый арбалет и приготовили ребята стреляйте стреляй а вот и соски во всей своей красе опа геральт оба у давида хорошая реакция чушь здоровая сейчас весь город будет сжечь все свидетелей всех устранять тяжелый арбалетный болт сюда или ведьмака беги ёлбит а я как-нибудь проберусь побеги дракона да пошла ты уверена я ведь уже поднимаюсь опа я не получится он не твой опа нет беги не сможет ты опоздал я стабилизировала телепорт тебе некуда бежать рано или поздно тебя найдут я предпочту уйти на своих условиях где лето сайт синтезис им скоро займется им и всеми идиотами которые спят и видят как бы сжечь чародейку где он я не знаю я сама ищу его после убийства фольтеста лето обманул всех мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд ты так и не понял да ложа хотела избавиться от дима венда он был слабым чудным королем так вот он решает судьбу тысячи людей блин его надо было убрать мы выбрали наименьшее зло лето как раз оказался под рукой а фольтест и хенсельд мы не имеем к их смерти никакого отношения после убийства дима венда лето использовал золото и нашу поддержку чтобы связаться с йорритом эльф должен был укрывать его до тех пор пока шум вокруг убийства не утихнет по крайней мере я на это рассчитывала это не ложа убила фольтеста тогда кто нильфгард лето король и лжецов и император изменников он с самого начала трудился во славу великого солнца и белого пламени пляшущего на курганах врагов он обманул всех меня я поиграмела дурочку всех обманул у тебя есть доказательства только что я получила донесение от агентес и ложи в центре армия нильфгарда ооо как раз сейчас она форсирует и ируга ты думаешь что при нынешних обстоятельствах север сможет обороняться веришь в очередное чудо под бренны и я не знаю но довели до этого вы и вы ответите за все и никогда вы не смоете пятна предательства может так случиться что никто не выйдет из этого города живым и не узнает что тут чародейки останутся переделал управляет драконом когда я исчезну он превратит город в пылающий склеп может быть мы проиграли битву но война только начинается впрочем тебя это никак не коснется ведьмак ты уверена ну давай пока скажу для людей это будет спойлер неважно какое решение сейчас прим я приму она останется живых это очень большой косяк разработчиков бильянт кто-то подменил камень этот срезьян меня разорвать на куски геральт вытащи его ладно уж поможем тебе не такой вау ты спас мне жизнь если сам уцелеешь иди в Нильфгард о о женушка моя прощай ведьмак давай здесь что у нас есть что-нибудь опа по ду сколько подруга ой под ах тыж да ё-моё ух тыж что происходит опа аккурат и геральт аккуратно музыка мне нравится блин нафиг ты обнажу в стальной ты меч забирайся наверх ну ай да драконьиха кажется походу быстро здесь все закончится это потому что только не обольщайтесь это все потому что легкий уровень сложности на нормальном с ней вообще невозможно сражаться она вас буквально с нескольких ударов убить может походу все таки будет серии 24 а не 25 ах ты скотина посмотрим да блин она просто мне лещей надо она хоть с тобой в виде кончает он еще все таки вдыхнуло хотя уже толку то блин все забили дракона сейчас будет консцена аккуратненько сейчас ай да геральт опять стальную меч обнажил больно наверное соски она тебя не простит блин ё-моё геральт как у тебя сил хватает держаться тут кстати ну кюхтефей или как она откуда у тебя столько сил дракону шею свернуть геральт откуда у тебя столько дури опа опасно ух ты шею саски прости я не хотел все куда пошел ну да здесь в принципе выбор есть убить ее или оставить живых мы ее спасаем не переживай саски хотя убивать не буду нет смотри-ка в сердце надо было втыкать ну а филиппа типа убить убить ее типа надо опа дырень в груди да соски ох как посередине вежливые банальности можно опустить да они нам ни к чему и все-таки я чувствую что ты готов к бою как мне понять что чары филиппа расселись филиппа перестала быть для меня самым важным и прекрасным человеком на земле по правде сказать я бы сейчас с большой охотой свернула ей шею а может чары филиппа все еще действуют и мне все это только кажется если честно я не знаю что происходит этого мне достаточно надо полагать теперь я должна поделиться с тобой сокровищами традиции рода все такое у тебя есть ты же дракон ты доберешься сама до Вергена думаю да мои раны быстро заживают да знаешь ты не первый дракон с которым я разговариваю ты встречал моего отца дракона Виллен Треттен Мерта иногда его зовут борх Тригалки в книге он был думал у него не могло быть детей да у него же был ребенок он тоже так думал я не совсем понимаю это от него ты получила способность к полиморфии я могу принимать только одно обличие человеческое он мог превращаться в кого хотят это же не золотой дракон еще ты медленнее у тебя нет его рефлексов и золотой чешуи а еще у меня нет его усов и пивного брюшка прости что я разочаровала тебя это ты меня прости профессиональное любопытство интересно где сейчас борх кто знает он научил меня всему чему считал нужным и улетел в дальние дали так живут все драконы и еще он дал мне имя сайс энтесис если я правильно расслышал мне больше нравится саски герат какого черта у него не может быть детей первая или вторая книга не помню вы охотились на золотого дракона он сказал типа отвлекал пока супруга его сбежала то есть есть еще у нее есть мать получается там было показано что маленький дракончик ну написано типа бегал там тоже рядом то есть ты видел ее когда она была дракончиком скажи мне что будет теперь с Йорлитом будем честны друг с другом он разбойник и убийца я не стану обелять его или валить на него чужие грехи несколько поколений он сам должен заслужить уважение и быть может через несколько поколений люди забудут о его делах ты использовала его Геральт Йорвид за свою жизнь убил людей больше чем ты съел котлет его нельзя просто взять и использовать он сам поверил мне и с самого начала знал за что мы сражаемся это был его выбор ты правда не понимаешь о чем я говорю неужели ты никогда не замечала как он на тебя смотрит мы сражались с ним вместе за общий не это Йорвид сделает для тебя все мой вопрос что ты готова сделать для него для Скаета Эли всегда найдется место в свободной долине Понтера а что до самого Йорвито я слышала что о нас говорят в общем может быть мне и пригодился бы рядом человек или эльф Филиппа сбежала Филиппа воспользовалась суматохой и бежала ты не боишься что она откроет кому-то твою тайну есть вещи которые никак от меня не зависят я не собираюсь преследовать ее быть может судьба еще сведет нас или нет время покажет к сожалению нет Филиппа не из тех кто легко сдается оправившись от раны она снова попробует подчинить тебя но в этот раз я буду осторожней к тому же теперь я знаю про Эльхард даже больше чем мне хотелось бы как так больше чем хотела бы знать я была послушна Филиппе но не слепа Эльхард не сумела скрыть от меня свои секреты я знаю ее слабое место то что однажды сможет ее уничтожить высокомерия это очень ценное и опасное знание поэтому я оставлю его для себя Шиала и Филиппа вышли из игры ложа потерпела поражение попью водички с вашего позволения но я боюсь что мы о них еще услышим ты знаешь что армия императора Эмгара форсировали Яругу я ждала этого Филиппа тоже что ж мы разгромили айдернских дворян и херна императора если нам еще раз улыбнется судьба ты знаешь какое у него войско это не 5000 у него армия у него минимум одна армия у него несколько армий у него одна армия по-моему это 40 тысяч человек только одна в Вергене ты всегда будешь желанным гостем вот только если решишь там поселиться то у меня другие планы я знаю иногда я жалею что не умею видеть будущее как мой отец может он и кучу иногда сюрпризы это не так плохо будь здоров ведьмак вопаю опа я же с ней в кости играл она невиновная охренеть жестоко резня началась наку посадили ё-моё резню что ли зигфрид зигфрид блин не с тем королем ты связался аудин розы у нас скатился по другой дорожке и пилок мост сломали блин знакомое место где гарпи были там резню что ли это агер это я спокойненько вернусь опа здорово как сам здорово братан что с саскей жива она ранена я задел ее во время боя потом она напоролась на дерево потом еще этот стилет но с ней все будет хорошо горный воздух полезен для драконей шкуры ты самый благородный человек которого я знаю гвинблейд я не человек хорошо что напомнил тем лучше да минуту назад моя ненависть к этой расе едва не начала таять где лето вы его поймали с ним странная история он сидит в бывшем лагере темер отеля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На шоке Лич. Я его видел. Трис у него. Пойдем. Расскажешь мне, что тут произошло. Пока ты дрался с Саской. Так, на этом я серию завершаю. Пускай будет отдельная серия Битва с драконом и отдельный эпилок. Тут еще Ляля пришла лягабленами перед монитором, перед микрофоном. Выспала, что ли? Ну что, спасибо всем, кто смотрел. всем пока и пилок не за горами